К нашему эфиру присоединяется Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Приветствуем вас в эфире. Доброе утро, Александр. Александр Владимирович, ну вот мы уже только что привели некие факты о том, что у главы Роснефти в реестр налоговой службы, он под псевдонимом, годовой доход у него 31 миллион долларов. Плюс ко всему есть информация, что вот Роснефть подарила капитану яхты Путина квартиру в Сочи за баснословную сумму денег. Роснефть это что-то вне закона в России или даже можно сказать в статусе какого-то вора в законе? Ну вор в законе это хорошая дофиниция и таких государственных компаний, которые можно назвать кошельком Путина, очень много. И вот я думаю именно им и разрешили скрывать информацию, всю экономическую информацию о своей деятельности. И действительно одна из причин, там комплекс причин, причина номер один по моему мнению, именно через эти компании финансируется вот антизаконная деятельность Раши за ее пределами. То есть подкупаются чиновники, политики, журналисты, делаются диверсии. Это первая причина. Вторая причина, как мне кажется, что совсем дела уже плохи, даже в нефтяном бизнесе. Вы, наверное, помните, что газовый бизнес, Газпром, ушел в минус. И вот в следующем году, как это не звучит парадоксально, Роснефть может войти в минус. В чем причина? Причина в том, что Европа приняла комплексную программу, суть которой это отказаться от переработки нефти в химическую продукцию, в другую продукцию из России. И мы будем наблюдать уже весной дальнейшее снижение спроса на нефть. Это приведет к тому, что все больше нефти надо будет перемещать туда, на восток. А там свои проблемы. Индия платит в рупии. Рупии – это неконвертируемая валюта. Это, по сути, замороженные активы «Раши». Это понимает Центральный банк «Раши». Но ничего сделать нельзя. Китай тоже выкручивает руки и по газу, и по нефти. В силу того, что, по сути, он монополист на потребление газа. Ведет не только разговоры, а фактически снижает цены на газ. И вот может быть такой феномен, что в следующем году рост нефти окажется в минусе. Но вот это интересное явление, и чтобы предотвратить вот эту информацию, и разрешает рост нефти, и другим некоторым нефтяным компаниям прекратить давать информацию про свое финансовое положение. Ну и, конечно, вы правильно сказали, что американцы наконец-то начали более активно действовать относительно нелегальной переброски нефти. Извиняюсь. И это приведет, в конце концов, к тому, что санкции по нефти заработают. Александр, вот еще обращаю внимание на то, что вы говорите, что Роснефть, скорее всего, потерпит финансовый, скажем так, минус. А как это будет отражаться, ну, в принципе, на деятельность компании? Это значит, что нефтеперерабатывающих заводов поменьше станет, то есть их будут закрывать. Это выдобуток нефти будет сокращаться. Как это будет выглядеть? Ну, будет выглядеть, вы правильно сказали, что будет сокращаться производство нефти, да? Особенно на нефтяных скважинах, там, где высокая себестоимость. Я ожидаю, ну, существенного потери, существенную потерю выдобутка, добычи нефти. Это номер один. Будут падать нефтяные доходы. Номер два. Будут падать поступления от нефти в бюджет. Это номер три. И все это приведет к тому, что ВВП, валовый внутренний продукт, в этом году не увеличится, как заявлял Путин, на 2,5%, а упадет на 2,5%. И это легко доказать, потому что выручка от продажи нефти и газа в этом году упала вот сейчас за 10 месяцев где-то на 40%. Вот это первое. Еще больше падение ВВП будет в следующем году. То есть оно не остановится. И вот эту всю негативную информацию и последствия и будут скрывать в Кремле. А в конечном счете, если в этом году реальные доходы граждан или народа Раши уменьшатся на 3-4%, то в следующем году цифры могут быть даже хуже. Вот к чему надо готовиться и к чему Путин готовит свой народ, скрывая информацию. Ну и, конечно, это позволит затруднить работу американским контролирующим органам, которые, по сути, уже начали охоту за нелегальными перевозчиками нефти и за нелегальными страховиками. Дело в том, что нефть сейчас застрахована не первоклассными страховыми компаниями, а кремлевскими компаниями а-ля рога и копыта, у которых нет ресурсов покрывать существенные экологические и коммерческие риски от перевозки нефти. То есть это комплексная проблема. И, наконец-то, наконец-то американцы начали показывать зубы. И, конечно, было бы хорошо, чтобы они провели несколько показательных арестов, задержаний тех, кто игнорирует санкции. Александр Владимирович, ну вот в продолжение разговора, да, санкционный удар по теневому флоту России, мы уже неоднократно об этом говорили, что, да, сейчас обратили внимание на этот серый флот, серый экспорт нефти. И означает ли вот это усиленное давление Соединенных Штатов и Запада, означает ли скорый конец теневого флота России? Или же себе дороже России станет продавать вот таким образом нефть? Ну вот, скорее, второе, чем первое. Почему? Будут возить нефти на лодках. Так и до этого дойдут. Вот как в перспективе Путин показал своему народу, что будут щи лаптями есть. Вот так и здесь будут бочками возить на лодках. Это не шутка, да, к этому все идет. И, конечно, будет момент, когда эта отрасль станет нерентабельной. Вот я утверждаю, что уже весной следующего года многие месторождения нефти будут закрываться, так как они будут убыточные. Если не произойдет каких-то экстраординарных событий на рынке нефти. То есть, если цена будет вот в коридоре 70-85 долларов за баррель, то это как раз и будет означать вот предел росту. А про рост уже нефтяной индустрии никто не ведет. Это будет означать, что начнется деградация. Деградация этой индустрии. Вот к чему нужно готовиться. Это же не зря уже в этом году был дефицит и дизеля, и бензина во многих регионах Раши. В следующем году такие кризисные явления будут более массовые. Почему? Потому что у компаний, которые занимаются розничной продажей бензина, уже дотации, во-первых, не покрывают их себестоимость, а во-вторых, дотации становится все меньше. То есть, нет денег. Реально нет денег у бюджета, чтобы датировать вот именно продажи бензина. Все идет на войну. Вы знаете, что вместо дотации населению Нарвод Раши получит рост тарифов в следующем году. Они планируют где-то 9%, но будет, наверное, раза в два больше. И за счет роста военных расходов будут сокращаться и другие дотации. Ну и расти инфляция. Вот к чему всему это приведет. Потом рухнет и курс. Но Путину надо удержать курс до своих выборов на отметке меньше 100 рублей за доллар. Но после выборов нужно ожидать и крах. Крах. Ну, вот вы упомянули о том, что также на дизель цены подскочили в прошлом году. Но все-таки тогда ситуацию поправили. В августе все-таки разрешили компанию Роснефти, я имею в виду, напрямую продавать свою продукцию за рубеж, за валюту. Ну и несмотря на действующие сейчас в России правила работы экспортеров, которые предусматривают, что компании получают большинство денег от таких сделок в рублях. А какие тогда сейчас будут варианты выхода из ситуации? Ну, как-то до выборов надо-то продержаться? Или россияне пока еще не почувствуют то, что будут подниматься цены на топливо? Ну, смотрите, Путин предусмотрел вот такой массовый психоз перед выборами, который будет связан с поднятием минимальной заработной платы. Она вырастет там существенно до 19 тысяч рублей на месяц. Вот эта акция и заменит все остальные. Это будет глобальное такое мероприятие, которое обставят плясками, благодарностями. Ну и действительно на какой-то момент вот эта акция позволит, особенно государственным чиновникам, ну вот пережить кризис инфляции. Почему? Потому что в этом году инфляция в России будет порядка 22-23%. Формально они будут говорить, потому что все цифры засекречены, об инфляции скорее всего 8%, но реально будет раза в три больше. А индексации и прочие формы поддержания народа не перекрывают это. Так вот, перед выборами они перекроют эту цифру, но в следующем году я предполагаю, что инфляция будет еще больше, то есть может дойти до 30%. Вот так он планирует пережить выборы. А относительно курса, ну есть свои методы. Центральный банк поднимает учетную ставку, потом обязательная продажа валютной выручки введена. И есть и другие механизмы, которые позволят продержаться до выборов Путину. Александр Владимирович, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, на связи со студией Freedom был Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист.